Полицейским могут разрешить досматривать подозреваемых в воровстве. Значит ли это, что обыскать могут любого? Также полицейским хотят дать полномочия вскрывать автомобили в том случае, если внутри находится подозреваемый или же без присмотра оставлен ребенок. Третья причина – вскрыть машину, если существует угроза теракта. Законопроект ориентирован на совершенствование практической деятельности сотрудников полиции, а также на устранение выявленных в процессе мониторинга правоприменения правовых проблем. Однако жители Бурятии к законопроекту отнеслись неоднозначно. Быть, скорее всего, всякого рода тонкости, которые могут им позволять больше выходить за пределы полномочий. Я считаю, это вторжение в личное пространство. То есть можно призято идти к человеку, да, он идет, например, он тебе не понравился, ты подошел, он начал, ну, обыскивать. Я считаю, что это вторжение в личное пространство просто. Сами сталкивались с превышением полномочий со стороны полиции? Ну, нет, я ни во что не лезу, а если так видеть, то тоже не видел. Пока одни с нововведением категорически не согласны, другие считают, что лучше уж перебдеть. Потому что мало ли какой человек может быть, все равно его нужно проверять. Вдруг у него, что он опасен будет. Лучше потом извиниться, если это оказалось не так, чем все-таки произойдет преступление. Задача полицейских – защищать права простых горожан. Однако в республике недоверие к сотрудникам правоохранительных органов сложилось неспроста. Взять, например, сотрудника в ГАИ, которым предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Напомним, по мнению следствия, инспекторы ДПС применили силу в отношении директора автомойки. Люди боятся незаконно, ну, по крайней мере, у нас в республике водители транспортных средств. Они опасаются злоупотреблений. Поэтому, значит, нужно дождаться, когда будет этот закон, и проработать сотрудникам МВД, ну, ГИБДД в частности, да, каким образом это будет исполняться, чтобы водители были предупреждены, да, вот так законно, вот так незаконно. Начнут ли полицейские злоупотреблять своими полномочиями или проработают все тонкости, покажет время. Пока же законопроект не вступил в силу, его еще предстоит рассмотреть в первом чтении. Илья Бельков, Инесса Дондукова, Бато Гармын, Жаргал Церендашеев. Новости дня.